Я уже рассказал достаточно много о моей службе, но как по мне мало затронул сам армейский быт. Что ж, мы это исправим. Как было сказано в прошлой части, в роте я находился считай только на выходных. Остальные дни я проводил в столовой. Но если вы думаете, что этого мало, чтобы понять что такое армия, вы ошибаетесь. Большинство движников происходило как раз на выходных. А именно, ПХД, баня, спортивные мероприятия, солдатский досуг и так далее. Пойдем по порядку. ПХД, то есть паркохозяйственный день. Для тех, кто не в теме, это день, когда во всей части идет уборка. Совершенно не важно, насколько уже чисто в роте, до определенного времени вы должны убираться. Даже если все вылизано до блеска, сидите и трите вчетвером одну табуретку. Обычно в этот же день производилась еще и чистка оружия, по той же схеме. Если твой автомат уже можно использовать как зеркало, это не должно тебя останавливать, пока время не выйдет. Снова эти автоматы. Так отслужу и даже не прокачусь ни разу на какой-нибудь военной технике. Псс, чувак. Ты же в курсе, что можешь сделать это не только в армии? Да? И где же? В бесплатной онлайн игре War Thunder, конечно же. Да? Ага. А с выходом глобального обновления Хозяева морей, War Thunder стал самой масштабной военной игрой. Да не. Да-да. Сам посуди, теперь абсолютно всем доступны не только танки и самолеты, но также флот и вертолеты. Сражайся в эпических морских баталиях на юрких ракетных катерах или огромных крейсерах. Подрывай корму противнику торпедами, избивая с зениток самолеты под управлением других игроков. Теперь каждый может опробовать и вертолеты, доступные в сражении с танками и самолетами. Ну да, нехило. Это не все. Подчеркни свой стиль ярким скином и наклейками. Выполняй задания, сражайся вместе с друзьями и получай награды. А с быстрым матчмейкингом не придется долго ждать начала игры. Кстати, игра идет даже на ноутбуках. Качай War Thunder по ссылке в описании бесплатно и получай крутые бонусы. Блин, мне теперь еще больше на гражданку захотелось. Идем дальше по списку. Баня. Почему душевую комнату на 20 человек назвали баней, я так и не понял. Туда мы ходили раз в неделю, там же нам выдавали новое нижнее белье. Для девушек это возможно прозвучало дико. Как так менять белье раз в неделю? Но парням с этим справиться немного полегче. Ну и конечно же, не дай бог в душевой уронить мыло. Ты сразу становишься объектом насмешек и подколов на весь оставшийся день. До тех пор, пока оно не упадет еще у кого-то. Вроде взрослые люди. В баню мы должны были приносить свои рыльно-мыльные принадлежности. Рыльно-мыльные. Блин, почему-то меня всегда смешило это слово. Кто не знает, оно означает принадлежности для умывания. То есть виходка, мыло, полотенце. Дело в том, что их часто воровали. И тебе приходится либо воровать в ответ, либо клянчить у коптерщика новые, ну, либо покупать за свой счет. И вообще, в армии это распространенное явление. Как говорится, тихо спи***л и ушел, называется нашел. Но доходит до абсурда. У меня как-то своровали грязные портянки, в которых я уже неделю ходил. Кому они могли понадобиться, ума не приложу. Ну что, мы помылись, идем дальше. А дальше у нас развлечения и спортивные мероприятия. Про спорт много рассказывать не буду. Это чаще всего различные эстафеты, марафоны, подтягивания и так далее. А вот с развлечениями было интересней. Тут ты никогда не угадаешь, либо тебя поведут в кинотеатр, да, у нас был кинотеатр, либо поведут развлекать уборкой снега на плацу. Причем иногда не знаешь, что лучше, убираться или сидеть в том кинотеатре. Да, периодически раз в три месяца нам показывали какие-нибудь хорошие художественные фильмы. Но чаще всего это было либо историческое недокино а-ля РЕН-ТВ, либо выступление какого-нибудь недоактера сольного жанра. А поспать там особо не удавалось. Офицеры и старослужащие следили, чтобы твои глаза всегда были открыты. Кстати, о старослужащих. Многие, я уверен, были недовольны, что тема дедовщины в первой части не была раскрыта. Но дело в том, что сейчас она уже не имеет такого веса, как раньше. По крайней мере в моей части. Во-первых, служба идет всего год. Какая нафиг дедовщина? Во-вторых, в моей части с уставом было все строго. Если факт дедовщины выявлялся, там не цаскались, сразу всех наказывали. Несколько человек из моего призыва вообще уехали в дисбат. Кто-то из них завороствовал в столовой. Все, в чем проявлялась дедовщина, это попытки старослужащих переложить на тебя свои обязанности. Но и это не всегда получалось. Опять же, говорю только про свою часть. Так что сейчас, по-моему, об этом не стоит так переживать. Ну ладно, от плохого перейдем к прекрасному. А именно, к девушкам. Да, как и в любой части, у нас тоже были девушки. Их, конечно, не призывали служить, только добровольцы. И то они в основном сидели в штабе. Но на территории части их частенько можно было встретить. Предупреждаю, сейчас, возможно, будет немного пошлости. А что поделать, я хочу поделиться с вами всем. Так что моралфагом просьба перемотать на конец видео. Спасибо. Итак, я как здоровый молодой человек, лишенный женского внимания на целый год, не мог не обращать внимания на наших прекрасных дам. И как назло, почти все они были молоденькие и симпатичные. Не настолько молоденькие. В большинстве случаев форма им идет. Есть, конечно, небольшие исключения, но мы их опустим. Девушкам в армии тоже нелегко. Представляете, какое к ним внимание. Они там, как экспонаты на выставках, смотреть можно, трогать нельзя. Чего там таить? Мне самому иногда снились сны с их участием неприличного характера. Жалко, все портит ранний подъем в 6 утра. Так что, милые дамы, вот вам лайфхак, как добиться мужского внимания. Просто идите в армию.